Я помню, бабушка говорила, тихо-тихо, сейчас будут передавать Урал, прогноз погоды. Я говорю, что такое Урал? Урал это где мы живем. Моя книга самая подробная в плане фото, картографического и текстуального, как бы описания, отображения всех уральских гор. Я всегда с очень большим трепетом относился к книгам. Поэтому для меня, безусловно, это был маршрут, в котором я писал книгу. Хоть и по плохой дороге, но по Уралу можно идти. У нас в России, как бы, мы плохих дорог не боимся. Я захожу, и это просто как в фильме ужасов. Сидят все ко мне спиной, прям в тундре на земле, поворачиваются все в крови, вот такие, знаете, такие. Очень люблю выступать в спортмарафоне и всегда испытываю чуть больше волнения, чем на других площадках, потому что, когда приезжаю в Москву, вижу, какие вы все заняты, и мне невероятно приятно, что вы нашли время сегодня прийти сюда и послушать мой небольшой рассказ. Да, спасибо. Не буду долго занимать ваше время. Буквально полчаса расскажу о том, как писал книгу, и, наверное, потом с удовольствием отвечу на вопросы, которые, возможно, возникнут. Потому что писатель я молодой, как презентовать книги я не знаю, про свои экспедиции уже все рассказал, написал, книгу написал, фильм написал, поэтому тема почти исчерпана. Осталось только поставить вот жирную точку, получасовую, условно говоря, рассказ, и потом ответы на вопросы. Итак, моя презентация. Кто не знает, меня зовут Олег Чагадаев, тут немного обо мне данных, и все это сделал ради последней строчки. У меня три ребенка теперь, две девочки и одна книга. На самом деле, у меня такое ощущение, что я ее вот родил. Долго, мучительно рожал, но участвовал не один в этом процессе. И сегодня я расскажу о том, как это происходило. От зачатия до вот уже, как взял на руки этого толстенького, упитанного ребеночка, как вы, наверное, уже заметили, да? Книжка получилась упитанная. Но сперва я хотел рассказать, как вообще у меня возникла идея, и откуда эта идея и книга вообще возникла, да? Потому что это не совсем тривиальная история, и я хотел проследить всю эту историю написания книги с самых ранних своих корней, не знаю, там, начала своей жизни. Потому что все это началось в 1984 году, и с 1984 по 1997 год я проводил очень много времени в тайге с бабушкой, с дедушкой, которые были геологами, пасечниками. Сейчас там мои дети проводят время вот то же самое, вот на самом же этом месте. Буквально вчера пришел медведь, там, в 20 метрах от дома, и вот моя дочка ждет, когда же он еще раз придет, и можно с ним будет пообщаться, как в Маше и Медведе. Вот, и тогда же, вот в это время я услышал впервые слово «Урал». Я вот до сих пор помню, это было совершенно дикое место, там не было ни электричества, ни дорог, ничего не было. Из всей цивилизации было только радио от аккумуляторов, радиомаяк, вот это потрескивающиеся вот эти разряды атмосферы. Я помню, бабушка говорила, тихо-тихо, сейчас будут передавать «Урал», прогноз погоды. Я говорю, что такое «Урал»? «Урал» — это где мы живем. Вот, и там же я полюбил книги, потому что там никого не было, я там был один практически все время, и я привозил с собой по 100-150 книг за лето, и читал просто их запоем, да. И вспоминая недовольный вид дедушки, когда я не помогал ему, а проводил это время с книгами, надеюсь, сейчас бы, вот если он дожил бы, он бы понял, что в целом это тоже было не зря. Следующая дата, 98-й год, когда я впервые попал на «Урал», увидел гору Еремель, ну, в целом, больше исполнить и более времени нечего. 2005-й год. Первые мои одиночные походы после института. Походами я занялся достаточно поздно, после института. Ну, когда ты живешь в лесу, ты как-то не думаешь о походах, ты уже в походе, в постоянном. А вот после института я начал ходить в горы, пить алкоголь, материться и вести себя как бы аморально, ну, достаточно, условно говоря, для моего возраста, там сколько-нибудь было, лет 20. Но мне это быстро надоело, к счастью. 2012-й год. Я стал еще толще, но это прямо очень важная веха в моей жизни. Я впервые попал на соревнования, гонка по правилам ориентирования. И тогда мы пробежали целых 50 километров за сутки. Невероятная для меня цифра. И даже заняли пятое место. И тогда я понял, что надо тренироваться и участвовать дальше. Вот. И, к слову сказать, потом мы много раз выигрывали от соревнований. Вот здесь есть Дина Рыманова, с которой мы много часов провели в ночи, в колготках, с вазелином, и много раз с ней выигрывали эти соревнования. И это все сказалось нам, на самом деле, на экспедиции, потому что я привык огребать. Вот. 2014-2017 год. Екатеринбуржец Антон Жиганов придумал гонку, четырехлетний ультрамарафон «Трансурал». Мы начали принимать в нем участие. И я примерно помню, то ли это был 2016, то ли 2017 год, я возвращался с приполярного Урала, точнее даже с полярного. У нас вначале был маршрут на приполярный Урал, там был забег, потом поехали на полярный Урал. И я совершенно точно помню, как я ехал в поезде, и у меня родилась идея. Урал огромен. Я удивился, какой Урал огромный, да? И родилась идея, что у каждой части Урала, Урал огромен и сильно разрознен. То есть у каждой части Урала есть свой певец, условно говоря, вот человек, который живет, не знаю, в Салихарде и снимает полярный Урал. Человек, который живет в Инте и снимает приполярный Урал. Человек, который живет на Южном Урале и вот фотографирует Южный Урал, рассказывает по Южному Уралу, ходит по Южному Уралу. А вот человек, который бы объединил все вот эти Уралы в одну историю, таких практически не было. И я подумал, черт подери, кажется, эта ниша свободна, мне же это интересно, я вот вообще поражен, какой Урал там на севере, и надо бы все это объединить и рассказать общую уральскую историю, с одной стороны, показать, что Урал максимально разнообразный, можно найти практически все, что угодно на Урале, но с другой стороны, Урал это одна единая горная система, объединенная, непрерывная, скажем, да, и рассказать эту всю историю. И вот сейчас до сих пор я этим теперь и занимаюсь, вот тогда это было придумано. 18-й год. В рамках этой же своей истории, теории я придумал проект Корона Урала. Тут есть кто Корону Урала делал? Нет, никого нет? Очень много теряете, попробуйте выполнить Корону Урала. В общем, Урал делится на 5 частей, в каждой части есть самая высокая гора, и нужно взойти на нее, и вы получаете Корону Урала. Такой челлендж. И идея этого проекта, что вы, совершая вот это по одному маршруту в каждой части Урала, вы как будто бы условно проходите весь Урал и видите весь Урал в разных его частях, в разных его ипостасях. Это такой как бы Трансурал на минималках, в пяти маршрутах. Ну и 21-й год. Я вышел на свою Трансуральскую экспедицию, как такая, скажем, главная веха моей пока туристической жизни. Долго к этому шел, долго готовился. Вначале боялся, потом смирился, что это нужно сделать. И когда Кирилл Франюк в 19-м году не прошел до конца всю Трансуральскую экспедицию, немного обошел по равнинам, я понял, что теперь как бы моя очередь идти. Ну и в 1924 году, вот уже сейчас, месяц как назад, вышла книга, которая по сути является каким-то таким промежуточным итогом всей моей этой истории, идеи объединения всего Урала. Потому что книга, на мой взгляд, получилась толстая и максимально подробная с точки зрения отображения, вот этого стадийного отображения Урала с юга на север. Был ли я первый человек, который задумался о такой книге? Конечно, нет. Можно назвать как минимум три издания, которые в целом похожи и сделаны по тому же принципу. Ну, конечно, «Сто дней на Урале» Николай Рунквист буквально вернулся из Екатеринбурга недавно, повстречался с Николаем, подписал ему книгу. Ну, и если бы не было «Сто дней на Урале» экспедиции 1991 года от Николая, то, конечно, не было бы и моей книги в таком виде точно. А может быть, вообще и маршрута бы не было. Конечно, это такая базовая история уральская, туристическая. Вот. И сама внутренняя система книги, она тоже во многом подчерпана из этой книги. Единственное, что в ней вообще было огромное ноу-хау, там был весь Урал на генштабе напечатан. Единственное, что меня всегда бесило в этой книге, что он был напечатан в одном месте, и нужно было постоянно ее там переворачивать, искать, где это напечатано. И поэтому я сделал по-другому, но про эту структуру расскажу очень подробнее. Попозже. Урал, граница Европы-Азии, Чебелев, Оренбургский ученый также исследовал Урал, стадийность с севера на юг, снимал, но он исследовал границу Урала, где Европа, где Азия. Ну, и Урал от Карского моря до Мугаджар, Евгений Севенков, Екатеринбургский фотограф, это фотоальбом. Но я скажу так, эти книги, конечно, очень важны, но на мой взгляд сейчас вот, ну, эти книги, условно говоря, книги 20 века. А моя книга, ну, наверное, уже больше из 21 века, потому что сейчас изменились возможности, все намного можно больше отснять, проще карты сделать и напечатать, ну, каких-то возможностей больше. Поэтому это такая, знаете, эволюция книг об Урале. И главная моя цель, на самом деле, чтобы, прочитав мою книгу, люди вдохновились и проложили свою новую, еще более крутую, еще более интересную линию через Уральские горы. И, возможно, писали еще более крутую, классную, всеобъемлющую книгу про Урал. Сейчас, на мой взгляд, моя книга самая подробная в плане фото, картографического и текстуального описания, отображения всех Уральских гор. От самого крайнего юга, от степей до полярных пустынь, до последней вершины отснято практически, ну, условно, каждые 10 километров хребта в этой линии. И, мне кажется, это очень ценная и такая вот комплексная история. И книгу можно пролистать, даже не читая, и примерно понять хотя бы, какой Урал разнообразный в каждой части своей территории. Вообще, я задумался о книге еще до начала экспедиции. Я понимал, что если идти в экспедицию, то нужно писать книгу. Я начал писать ее, вот, начал писать дневник, но я понимал, что это будет какая-то дневниковая история, да, 10 декабря 2020 года. Это единственная запись, которая вот сохранилась. Я знаю только одну вещь, меньше чем через полгода в начале мая выйду на маршрут через Урал, и меня беспокоит это. Задача грандиозная, пока ничего не сделал. На самом деле, было ничего не сделано, но книгу я уже начал писать. Я понимал, что книга — это самое важное, потому что YouTube, как вы видите, да, там, все это канет в лету, а книга, возможно, останется чуть подольше. И для меня это было всегда очень важно. Я всегда с очень большим трепетом относился к книгам. Поэтому для меня, безусловно, это был маршрут, в котором я писал книгу. В 2021 году, 1 мая, я стартовал. Видите, у меня какой пузо, специально отъел побольше животик, чтобы можно было идти и пользоваться внутренними запасами. И, опять же, моя книга, точнее, мой маршрут был во многом подчинен интересам книги. То есть я стартовал именно, выбирал место, чтобы это было красивое место, чтобы с первого кадра, с первой страницы было интересно. Потому что, допустим, Кирилл Франюк, либо Рунквист, они стартовали с городов. Ну, если бы там была какая-то площадь Оренбурга, мне кажется, или какие-нибудь улочки Оренбурга, мне кажется, было бы не так интересно. А я выбрал прямо козырное место, одно из самых красивых мест на Урале, долгие горы. С погодой чуть не повезло, но все равно считаю, что это как бы было важно. И также финал книги, он тоже был завязан, кстати, интересно, вот я буквально на днях понял это, я что-то забыл, тоже на книгу. В конце книги я там пробегаю по 50 километров два раза, ну, вообще очень тороплюсь. Я просто как бы хотел домой, но я хотел успеть на самолет, я сейчас вспомнил, да, потому что был вариант лететь через Москву, это было бы дольше и не так красиво. А мне было очень охотно, чтобы я вот сел в самолет, и там был прямой рейс с Рехард Уфа, и хотел попасть именно на этот рейс, чтобы за 109 дней промотать обратно за два часа. Не вот так вот через Москву лететь, а вот напрямик просто прилететь, как я шел, чтобы такая была как бы финальная история в книге, поэтому я и здесь тоже торопился. И в целом, и внутри книги я тоже искал специальный ракурс, это было потрачено невероятное количество времени, чтобы снять максимально много красивых кадров. Иногда приходилось высиживать какие-то ракурсы, потому что, например, гору Монорага, какая книга про Урал без горы Монорага, ну, вообще никакая. Можно безнародной как бы сделать, а Монорага как бы она должна быть, потому что Монорага – это Монорага. Вот, и вообще вот это вот уникальная, кстати, запись, это единственная запись рукой, которая была сделана на маршруте, и я очень быстро, буквально вот сделав ее, понял, что невозможно написать дневник от руки, потому что я за столом-то плохо пишу. Наверное, вы уже многие заметили, кому я писал книги, да? Мне периодически пишут, там, в Телеграм спрашивают, а вы можете объяснить, что вы здесь написали? А недавно вообще подходит парень, слушайте, я просил писать Диме, а вы писали Даше. Я смотрю, нет, это Дима. Вот, ну, короче говоря, я очень быстро понял, что невозможно писать книгу от руки, и нашел, как бы, вариант на диктовке. Диктовать на диктофон. Но оказалось, что диктовать на диктофон тоже нелегко, особенно вечером, когда ты приходишь с маршрута, ты прошел, там, 30-40 километров, у тебя единственное желание поесть и протянуть ноги и уснуть, а ты должен вот надиктовывать это все в диктофон. И у кого есть закладка, кто делал предзаказ, да, на секретную часть сайта, там можно услышать, как у меня заплетается язык, как я местами просто проваливаюсь куда-то, там, минут на пять в какой-то комато, чтобы я опять очнулся, там, опять что-то диктовать. В общем, это было сложно. И потом в какой-то момент я решил диктовать прямо на ходу. И мне это очень понравилось. У меня телефон здесь, когда я его достаю, снимаю, фильм, и просто включаю диктофон. Какая-то мысль пришла умная. Я иду, что-то наговорил, упал, проматерился, там, гром гремит, там, оба долетают. Прямо правда жизни. Может быть, когда-нибудь, если найдется время, можно сделать какой-то такой аудиоспектакль. Конечно, один в один сложно будет слушать, но в полтора скорости будет нормально вообще. И вот, не знаю, посмотрим. Время пока нету. Но прямо такая действительно классная штука. И вот когда слушаешь, там, переносишься в те какие-то дебри, там, такой дополнительный пласт ощущений. Очень важный для меня. Так, и про издательство. Вообще, мы издавали книгу с очень маленьким, но гордым женским издательством. Издательство «Азимут», Лариса Познякова. Ну, там буквально несколько человек у нее работает. Это девчонки из Экренбурга, которые издают книги. Классные книги про Урал. И вот мы с ней встретились в Оленьих ручьях и в очередной раз обсудили будущую книгу. И я счастлив, что мы с ней обсудили, договорились, и я не отступил от этих договоренностей. И все получилось, как мы обсуждали. Потому что предлагали большие издательства издать книгу, но, к счастью, я не согласился. И я уверен, если бы я поддался на их уговоры, там, деньги и возможности, книга, вот какая она сейчас, не получилась бы. Совершенно точно, они бы там начали риктовать свои условия, и 650 страниц, 2 килограмма чистейшего Урала издать, уверен, не получилось бы. А здесь мы сделали все, как хотели, и я думаю, что это именно то, что надо. Вот. Ну, параллельно с этим, наверное, все знаете, было создано 5 серебряных жетонов уникальных и спрятаны в 5 частях Уралах, и это написано на странице книги. Кстати, 2 жетона, еще не найденные, в потрясающе красивых местах. У вас есть время и возможность съездить и забрать их. Мне кажется, это крутая история, я прям это... Конечно, была мечта поехать, когда будет презентация книги, к ближайшему жетону и подождать там этого счастливчика, этого ультрамарафонца. Но я занимался переноской тяжести. Я просто последний месяц таскаю по 25 килограмм в день вот эти книги, зад, вперед, вверх, вниз. Просто какой-то кошмар. Надеюсь, скоро перестанут таскать уже. И 109 дней, 3194 километра. Кстати, было 3186. Потом, когда я писал книгу, я все пересчитал и оказалось, что еще чуть больше. И все, и экспедиция была закончена. Кстати, вот у меня еще была идея. Я себя фотографировал как портрет каждый день. Хотел сделать книгу, чтобы можно было так перелистать и увидеть, как лицо изменяется. Но потом, когда мы верстали книгу, просто стало понятно, что невозможно еще и это добавить в книгу. Она просто будет там, будут одни фотографии или будет там уже 700 страниц каких-то. Поэтому, к сожалению, не все получилось реализовать. Но вот. И такая очень важная для меня история. На самом деле, меня часто спрашивали, как-то ты изменился после написания книги, точнее после того, как маршрут прошел. Я говорил, да вроде как будто и не изменился. То есть я как шел, как запланировал, все прошел, все было стандартно, нормально, никаких там у меня особых там не было проблем. 109 ПВДшек. Что, это сложно, что ли? Вот. Но потом... А, и вот в Челябинске меня парень спросил, слушайте, говорит, вот я, говорит, слушал ваш аудиодневник. А я не знаю, кто-то, может, кто-то уже начинал читать. В общем, у меня книга начинается с того, что я сижу на рюкзаке и плачу, потому что там какое-то невероятное напряжение моральное, все там, да. И он говорит, я, говорит, слушал дневник, а там у вас, говорит, вообще ни слова не сказано, что вы там переживали, у вас там все хорошо, там, ля-ля-ля, тополя. И я понял, да, что, наверное, до трансуральского маршрута я никогда бы не мог себе представить, что начну книгу с того, что сижу там, ну, там это как бы слонгая история, вечность, да, там плевок, вечность. То есть сижу и плачу там, не знаю, как там какая-то тряпка, да, а после того, как прошел Урал, мне вообще стало наплевать, и когда ты пошел Урал пешком, ты имеешь право немного поплакать, мне кажется, это вообще нормально, не скрывать свои эмоции. И вот когда у меня дочка тоже пробежала, через охрану прыгала ко мне на шею, там у меня тоже потекли слезы, то есть книга начинается со слезы, закачивается слезами счастья, вот. Поэтому как бы вот что-то во мне точно изменилось. Стал спокойнее относиться к своим слабостям небольшим и легче проявлять эмоции и чувства. Ну и казалось, что как бы когда ты прошел Урал, все остальное, все сложности остались позади, но на самом деле нет. Оказалось, что самые главные сложности были впереди. 25 тысяч фотографий, сотня часов видео, там 109 аудиозаписей по 10-15 минут, да, всего это, конечно, было невероятно сложно, когда еще нужно работать, ходить в следующие экспедиции, уделять время семье. И это было посложнее, чем пройти, было очень много сомнений. Когда я был на маршруте, у меня сомнений вообще никаких не было, но только сомнения были перед выходом. Там вот самый сложный день, это был за день, потому что ты там вообще как бы... А начинал я маршрут, то есть вот, представляете, мне выезжать, условно говоря, в 5 часов или в 4 часа утра на маршрут, а там в 12 часов ночи я там ношу на руках больную дочку, вторая дочка плачет, там, и как бы такая атмосфера, но очень тяжелая, да, и ты едешь непонятно куда и непонятно зачем. А потом уже, когда на маршруте, не сомневался. А вот когда я писал книгу, конечно, в своих силах я очень сильно сомневался, потому что это была совершенно новая, новая для меня задача. И в послесловии я и так и говорю, что, ну, я на самом деле не верю, что кто-то будет читать вот так вот ее постоянно. Мне больше казалось, что это куда-то захотел человек, он открыл это место и прочитал. Но мне уже очень много людей написало, что они прочитали ее просто с удовольствием очень там за несколько дней, и я, конечно, видимо, не зря корпел над книгой, я ее 3 или 4 раза переписывал, переписывал даже в последний момент, когда уже вот мы верстали, там только нужно фотографии расставить. Я открываю, говорю, нет, это вообще полный ужас, давайте все, я там главу там полностью переписываю, там все, кто верстал книгу, там, да, он достал, там, ну, как бы, просто невозможно было читать некоторые главы. Ну, вроде получилось неплохо, судя по отзывам. Вот, ну, и вот здесь началась работа, да, с первого года, по 24-й год, каждое утро, пока не распахнулась дверь, там, с 5-ти, с 4-х утра, пока не распахнулась дверь, на пороге не стояли два маленьких чудовища, я сидел и писал книгу. Потом, конечно, когда не знал из нашей, уже было не до книги. Кто помогал мне в книгу? Вот Дамир Анхланкулов, картограф из Челябинска, мы с ним создали вот эти 109 карт на основе открытых данных, ну, там было достаточно много изменений, мы там упрощали, очищали. Это такая очень большая, тоже трехлетняя практически работа по созданию карт, которая прямо была очень важна для меня. Для меня было очень важно, чтобы можно было все это посмотреть в комплексе. В воле и судеб у меня юридическое образование, и книга, я не знаю, как так получилось, получилась похожа на уголовный кодекс. У меня есть общая часть, где есть общие статьи, мои предшественники, подготовка, в общем, все, что предшествовало экспедиции. И особенная часть, в особенной части карты, про которую я уже сказал, тексты, фотографии, какая-то нитка маршрута, чтобы все можно было открыть каждую главу, и условно был как такой ПВДшка, получить представление, как туда попасть и сходить. Хотя, конечно, невозможно в некоторые места попасть вот так вот напрямую. И отдельно мне очень нравится история, вот эти вот человечки, которые идут поверху, они отражают реальность. То есть там, где я шел, не один, там прибавляются люди, причем они отрисовывают их с реальной фотографией. И если внимательно человек посмотрит, у меня там в некоторых местах меняется снаряжение. Когда мы пришили кулиску от жары, появилась кулиска на кепке. Когда я кепку отправил домой, больше кепки нет, шапка, потом там рюкзак менялся. И такая как бы вот веселая картинка, которая рисует весь профиль Уральских гор и заканчивается на вершине Константинового Камня. Такие как бы приятные ништячки, они всегда, мне кажется, интересны. Отдельной проблемой было, конечно, создать обложку книги. Как я уже говорил, я представлял себе, что это очень важная история, такой условный плевок в вечности, и хотелось, чтобы книжка, ну, выглядела круто. Вначале вот мне предложили такую обложку, а на самом деле, ну, вот фотографию хотели использовать. Когда ты идешь один, очень мало фотографий, которые можно использовать. Ну, и я, конечно, сказал, нет, я не хочу такую обложку, она хоть и яркая, но хотелось чего-то более такого выдержанного, скажем так, да, более классического. Ну, а с обложкой вообще были большие проблемы, потому что, ну, как книгу назовешь, а, название тоже, да, ну, название я не заморачивался. Вот, я попросил моих друзей, Екатерин Буршцев, создателей бренда Made in Ural, порисовать мне обложку. И у нас достаточно большая длительная работа была с ними, было много эскизов, что-то мы там пробовали, всякие варианты. Всякие варианты там, набрасывали. Вот, в итоге взяли вот эту фотографию Неройки, где я иду вперед, и начали уже вот эту историю разрабатывать, разрабатывать, и в итоге появилась вот такая фотография. Так же такая обложка. Мне кажется, она получилась очень крутой, такой мемористичной и в целом как картина. Но что самое важное, самое невероятное, она очень точно совпадает с вот этой фотографией, которая тоже Светлана Неройки. И когда художница, которая нарисовала эту обложку, она взяла в руки книгу, она сказала, потрясающе, я же и не помню, и не знала про эту фотографию. То есть это как-то случайно получилось. Вот, но на самом деле она знала, потому что календарь в 21-м году, в нем была эта фотография, но просто, наверное, забыла. И вот мне кажется, вот это такой прекрасный пример, когда через творчество как-то Урал проникает в подсознание и потом находит отражение в художниках, в творческих людях уже в их творчестве. Для меня это очень важная история. Это приполярный Урал, он такой вид на горы, горы Монорага. Ну и оставалась теперь самая несложная, но тоже сложная задачка, напечатать книгу. Вообще книга получилась тяжелая, объемная, дорогая, и нужно было 4 миллиона общих денег, чтобы ее напечатать, так как я ни с кем не сотрудничал в этом плане. Ну, хотя вот, да, отказался всем издательствам, все легло на мои плечи. Таких денег у меня, конечно, не было свободных, поэтому мы сделали краудфандинг. И благодаря вам, друзья, благодаря спортмарафону, который поверил в мою книгу в очередной раз, он всегда в меня верит, тоже купил небольшую партию. Все это получилось сделать, и уже к выпуску книги мы собрали сумму, и теперь осталось только зарабатывать деньги, грести лопатой деньги. Когда все-таки люди думают, да, вот он заработает много денег. Но никто не вспоминает, что ты три года просто сотни часов провел с этой книгой, хотя мог бы заниматься другими делами, зарабатыванием денег. Также мы сделали мерч, вот футболочки какие-то, да, там наклеечки, открыточки, ну, такая вот приятная штука. Вот, кстати, с цитатой тоже интересная история. Лариса Познякова, издатель, она сказала, Олег, надо как-то сформулировать эту историю, ну, рассказать про книгу очень коротко. Я подумал, буквально сразу вот эту написал фразу, и она на самом деле очень, мне кажется, такая точная, потому что эти вот буквы, слова выстроены в профиль Урала, да, не в профиль, точнее, ну, как бы в уральский хребет. И вообще, когда тут смотришь на карту Урала, у меня карта Урала висит в кабинете, темная полоса среди зеленых там лесов, болот, полей, ты понимаешь, что пересечь Россию с юга на север, наверное, можно в одиночку только по Уралу вообще, да, потому что чуть правее, чуть левее, по обочине этой дороги не пройти, потому что там уже глубокие реки, болото, тайга, а здесь хоть и по плохой дороге, но по Уралу можно идти. У нас в России, как бы, мы плохих дорог не боимся, да, вот, поэтому, мне кажется, Урал, это на самом деле дорога, которая пересекает всю страну, объединяет всю страну, ну, такая важная уральская горная история. Ну, не знаю, зачем с авторрафию, просто, как бы, кто-то мне сказал, зачем ты целуешь книгу, я говорю, ну, как своего ребенка не поцеловать, это вот ребята выкрали книгу с издательства первую и подарили мне. Это, конечно, был невероятный приятный момент. Ну, и потом, когда принесли книги, я расслабился немного на пять минут, вот, но получилось 10 тонн книг. Это просто какой-то кошмар, они занимают все, я последний месяц просто таскаю вот эти 25 килограмм вверх-вниз, вперед-назад, и благодаря вам, надеюсь, скоро перестану это делать уже. Вот, поэтому можно было немного ослабиться, но еще продолжаю. Сейчас езжу с выступлениями, рассказываю про книгу, спасибо, что приходите, это для меня очень важно, конечно, поставить такую точку. Все, конец, вот такой истории, смотрите, я уложился в полчаса, надеюсь, было не затянуто, спасибо. Надеюсь, будут вопросы, я с удовольствием на них отвечу, расскажу, какие-то еще истории, если есть, пожалуйста. Просто нас много, идет запись, если вы будете говорить громче, будет классно. Олег, этот проект был большой и интересный, а что будет дальше? Вот так вот сразу с козырей, да. Так, вопрос, что дальше, ладно, у меня есть еще секретный слайд один, вот это был не конец. В общем, у меня есть идея, я как бы не суеверный человек, поэтому я уже горю эту историю, я хочу стартовать с истоков Белой и доплыть до ледового океана на Каяке в следующем году, надеюсь, в следующем году. То есть там будет примерно 5000 километров, это вниз по течению, вверх по течению, Волок через горы, должно быть красиво, и там уже не будет слайдов моих предшественников, скорее всего, потому что такое, по-моему, на Урале еще никто не делал, поэтому надеюсь, что вот будет такая вот история. Тоже уральская, потому что на Урале еще очень много работы, но такой вот вид немного сбоку, поэтому я уже тоже думаю, как там будут красиво, какие места, но я хочу ее совместить с исторической частью, вот, то есть уральские реки, они были дорогами, и когда фотоаппараты были большие, большинство фотографов путешествовали в старину по рекам и снимали их, поэтому очень много каких-то исторических фотографий, жизнь, промыслы, просто вездовые места, и я сейчас активно скупаю, скачиваю все вот эти старинные материалы и хочу не просто пройти, а совместить такой спортивно-исторический будет ракурс на Урал, на реки и путешествия, вот, такая история. Книга тоже будет? Ну да, да, книга должна быть, конечно, я надеюсь, если все будет получиться, мне очень понравилось писать книги, поэтому я надеюсь, что штук 10 я успею написать в своей жизни еще. Есть ли какой-то тайминг до следующего приключения? Ну, летний сезон, когда реки освободились от льда, и пока они не ушли под лед, это, я думаю, где-то с середины апреля до октября, наверное. Очень сложно планировать, если честно, потому что там есть нюансы по погоде, по воде, по количеству воды, да, то есть, когда я иду пешком, мне более понятно, здесь как бы, может быть, очень быстро, допустим, да, там где-то, а может быть, очень долго. Поэтому тут более сложно, но вот пока лед не сковал реки, буду идти, надеюсь. Ну, месяцев 5-6, не больше, да? При рассказе про структуру книги вы упоминали юридическое образование. А было ли в жизни применение этого юридического образования? К счастью, нет, потому что я учился на милиционера, точнее, даже сотрудника уголовной исполнительной системы. Ну, к счастью, я хоть и работал 15 лет в милиции, но в УЗИ, то есть я как бы, ну, Уфимский юридический институт, то есть я не работал на земле, вот, и, возможно, поэтому, как бы, и отправился пересекать Урал, потому что, к сожалению, в милиции очень высокая профдеформация, и не факт, что я бы вот ушел в эту сторону, а? Сейчас в запасе или уже на пенсии? Я не на пенсии, я просто 15 лет прослужил, потом уволился, потому что я понял, что мне нужно, что мне нужно заниматься этим, а не перекладывать бумажки. Поэтому я не стал ждать пенсии. Просто год за полтора там, по-моему? Нет, я работал в УЗИ, там год за год был. Если я работал в колонии, там был бы год за полтора, но, возможно, через 10 лет я стал бы уже просто похож на тех же, с кого я охранял. Там очень высокая профдеформация, к сожалению. Да, пожалуйста. Про новый проект и новую книгу. Есть ли такой маршрут с исторической основой? Можно ли собрать такой маршрут по кусочкам из разных, основываясь на исторических данных? Вот именно такой маршрут, такой масштабе точно нет. Какие-то реки, безусловно, соединялись, да, но скорее больше это будет прям с нуля все, да. Вот, ну, понятно, часовая там Кама, Вишера, там, может, в каком-то виде, да, там, белая Караидель. Но просто ни у кого не стояло такой цели дойти от Крайнего Уйга до Крайнего Севера. Там, как бы, если тебе это не ради красоты, ну, не ради маршрута, все проще делалось раньше, ну, там, относительно, да, по рекам. Вот, здесь, конечно, будет немного посложнее, но и интереснее, значит. В частях маршрута вы будете ссылаться на какие-то исторические данные? Конечно, конечно. То есть, я говорю, хочу очень такую, ну, не просто сделать туристический маршрут, а с упором еще и в историчность, чтобы показывать, как было, как есть. То есть, у меня там материалов много, на самом деле, можно классно сделать. Как ваша семья относится к вашим путешествиям? Татьяна Сергеевна, как ты относишься к моим путешествиям? Хорошо, хорошо относится, ну, плюс-минус. Дети же растут, а вы отсутствуете. На самом деле, я неплохой отец и очень много с детьми провожу времени, потому что я работаю на себя, и когда я не там, я очень много провожу времени с детьми. Мне кажется, обычный человек, который работает где-то в офисе, возможно, даже меньше проводит времени с детьми, чем я. Ну, я же не каждый год уезжаю на 109 дней, сейчас секундочку, да, поэтому в целом, как будто бы, да, мы договорились на берегу об этом всем, еще там, до свадьбы. Татьяна Сергеевна знала, чем я занимаюсь, и как бы, что это моя работа, она приносит нам деньги. Вы детей не планируете приучать к походам? Ну, мы с ними ходим, мы с ними ездим, да, то есть, как бы, с пяти месяцев, там, старшая вообще, там, была максимально интегрирована, то есть, вплоть до того, что мы тогда еще, сейчас, к сожалению, не получается, участвовали в Red Fox Adventure, допустим, да, то есть, мы ехали всей семьей туда, и мы с Татьяной Сергеевной, там, 7, сколько, 36 часов, там, нет, 48 часов у нас было, двухдневная гонка была. В общем, 48 часов, не 24, и, в общем, там бабушка подвозила какую-то КПшку, там, Татьяна Сергеевна кормила грудью дочку, и дальше бежали, да, то есть, как бы, дети были интегрированы, и сейчас мы с ними ходим, но, как бы, есть такая у меня теория, что главное их не перекормить вот этим, да, насильно, поэтому я держу их на голодном пайке, там, не чаще, чем, там, раз-два месяца, там, куда-то мы с ними выбираемся, То есть, они сами, там, когда мы поедем уже в горы, в горы, там, старшую такая уже, все, мы, там, никого не берем, маму не берем, мелкую не берем, с тобой едем вдвоем в горы, ты закаты, рассветы снимаешь, я тебе, там, объективы подаю, то есть, они так, это, как бы, им это интересно, и мне кажется, это прикольно, ну, вот, поэтому, да, да. А вы фильмы с YouTube перенесли уже куда-то, потому что жалко, если пропадут? Точно не пропадут, потому что они, как бы, все есть в базе у меня, да, к сожалению, пока все очень непонятно, я не знаю, куда переезжать, и неохота переезжать, ну, судя по всему, логика всего происходящего говорит о том, что куда-то, видимо, придется их перезалить. Ну, на собственный сайт, наверное, все-таки нет, какой-нибудь стриминг, вот, у меня, как бы, там, там уже терабайты этого видео, оно же 4К, у меня таких, как бы, наверное, нету все-таки объемов, да, памяти, вот, куда-то я перезалью, пока не знаю, но они не пропадут, вот, пожалуйста. Касательно визуальной части, перед походом вы получили какие-то навыки съемки, как вам удалось их приобрести в плане технической части и техники? Ну, я, конечно, фотографировал и до этого, и снимал, да, но маршрут тоже сыграл большую роль. На самом деле, сейчас считаю себя плохим фотографом, да, я вообще себя не считаю фотографом, потому что, как бы, профессиональные фотографы, они прямо хорошо снимают. А я, у меня ноги сильные, я просто мало сплю и научился оказываться в нужном месте в нужное время, и просто по статистике частенько бывают красивые моменты, которые, ну, не снять это, просто нужно уже, там, не знаю, там, без рук быть, да, вот. Вот, конечно, опыт растет, и в целом, вообще, это очень была тяжелая вот эта составляющая маршрута, снимать видео и фотографии на маршруте, потому что она, как бы, была анти, она вообще, там, никак не сочеталась с целями, ну, не с целями даже, а точнее, а с логикой маршрута, потому что, когда ты, тяжело тебе, ты идешь, тебе нужно хорошо отдыхать. А мне иногда, там, спал я, там, по несколько часов, по несколько, несколько дней, по несколько часов, там, и вот бегал между этими закатами, рассветами, я там еще, мне кажется, километров 300 набегал, да, после того, как уже выключил навигатор, уже трек не пишется, еще там вот бегаешь, все это снимаешь. Вот, это было невероятно сложно, я понимал, что я беру просто взаймы у здоровья, не восстанавливаюсь, но мне было очень важно получить, ну, фотографии красивые для книги, потому что, ну, книга про Урал должна была быть по возможности с красивыми фотографиями, вот. Ну, что тут скажешь? Надеюсь, какой-то опыт растет и мастерство растет со временем. Посмотрим, что будет в следующей книге. Там, как будто, кажется, попроще быть, потому что сейчас на реке особо далеко бегать никуда не получится, если только на скалы придется лазить, чтобы там снимать. Ну, посмотрим. Так. Объектив какой? Объектив у меня был, вот сейчас я не помню, у меня был один объектив, что-то там, не-не-не-не, я с собой брал беззеркалку, кропнутую, такой, ну, не сам профессиональный, и был объектив достаточно широкий по диапазону, Ну, я не помню, что-то там, наверное, условно говоря, 30-150, что-то такое вот было. Ну, то есть максимально по возможности широкий, потому что у меня была цель уложиться в килограмм. У меня сейчас 5D Mark IV, там, большие объективы, но это там в целом занимает, там, ну, совсем другим фототехникам 5 килограмм. Я такой бы не утащил. Вот. Вот. Да, пожалуйста. Начал рассматривать твою книгу, увидел, что были пропущены некоторые достопримечательности. Стало интересно, был ли кто-то из местных проводников на всем маршруте? Нет, не было. К сожалению, невозможно все достопримечательности было даже и выявить. У меня было с собой, по-моему, 200 или 300 страничных файл, где я в каждой, вот у меня был маршрут прям прописан, я прописал его полностью, и я шел практически полностью им. И я что находил, я вписывал это все в этот маршрут, там, какой-то километр, там, скала, там, какое-то прикольное место. Ну, и чтобы потом все это рассказывать и описывать в книге, но, возможно, я многое не нашел, потому что, ну, как бы, невозможно все найти на маршруте на 3000 километров, да, что-то я пропустил. Вот. Особо проводников не было, но хотя с кем-то я консультировался на маршруте, периодически, там, какие-то вопросы задавал, всегда помогали. Ну, нет предела совершенства, я думаю, кто-нибудь пройдет еще более крутой, интересный маршрут и будет там прям еще более интересно, да. Считали ли вы бюджет экспедиции? С бюджетом сложно, и на самом деле бюджет экспедиции не так важен, потому что, вот, допустим, Кирилл Франюк, который шел до меня за два года, он, по-моему, там раз в 10 меньше денег потратил, он там, но он ел гречку и что-то, ну, в общем, короче, по хардкору, да, вот. У меня чуть больше были возможности, меня поддерживал спортмарафон, вот, поэтому что-то около миллиона, наверное, с учетом техники, да, фототехники. Я только 30 тысяч потратил на батарейки литиевые, потому что мне очень важно было записать полностью трек на всем протяжении, чтобы потом поделиться. То есть я как-то не экономил, вот, но были возможности. Можно было там и за 250 тысяч, наверное, пройти. Но с другой стороны, я вот сколько там в день, у меня питание в день выходило, ну, там, условно, на тысячу, да, но живя в городе, я примерно плюс-минус ту же тысячу также и трачу на питание, да, то есть, как бы, это траты или, может, даже и больше на трачу, или, может быть, экономия, да, какая-то была. Сложно посчитать, но, безусловно, экспедиция была экономически выгодным мероприятием, если уж так поговорить. То, что, как бы, у меня, мы делаем всякие там украшения, да, и это, как бы, такая была поддерживающая история. Это было не сделано не ради денег, все в целом, да, но оно и ложилось в мою историю зарабатывания денег. А зарабатываю денег тем, что создаю классные вещи про туризм, путешествия и спорт, ну, про Урал. Поэтому все завязано, как вот так вот, друг на друга. Вот там вот было, да? Ваша деятельность по популяризации уральского туризма вызывает интерес у региональных властей и Большая Уральская Тропа. Вы как-то участвуете в этом проекте? Отлично, так, вопрос был про поддерживать для государства и вызывать интерес Большая Уральская Тропа. К счастью, большого интереса не вызывает. Я стараюсь максимально далеко держаться от всех вот этих интересов чиновников, потому что, ну, потому что. Вот. Если когда-то нужно помочь, что-то спрашивают, какой-то совет, без вопросов, ну, как бы, это. Я отдельно, у них своя там жизнь. Большая Уральская Тропа, Южноуральская Тропа, это проекты, которые развиваются на Урале, аналоги условно-национальных троп, американских, там, и в других территориях. Да, конечно, я с ними сотрудничаю, обе тропы, они так немного конкурируют, и с обоими я сотрудничаю. Вот. У них разная, как бы, философия немного, то есть Южноуральская Тропа, она основана на волонтерском таком начале, в первую очередь. У них какой-то комьюнити, они собирают деньги, какие-то донаты и строят тропу. Большая Уральская Тропа, Южноуральская Тропа, она из Уфы, Большая Уральская Тропа, она из Екатеринбурга. Большая Уральская Тропа, они сделали ставку на государство и большой бизнес, и скорее, вот, от них берут финансы и поддержку, чтобы тянуть свою тропу. Вот. Ну, что тут скажешь, очень крутой, интересный проект, очень важные. Насколько они проживут самостоятельно, не знаю. Вот, слышал, что уже сейчас пытаются отживать Кавказскую Тропу, да, то, что там вот девушка, которая приходила, рассказывала здесь. Слышал я, что уже требуют от нее передать права на тропу, которую она зарегистрировала, товарный знак, много лет им занималась. Уже, вот, ну, там, то ли курорты Кавказа, какая-то вот такая государственная организация. Вот. Что ждет Большую Уральскую Тропу, которая вот связалась с такой же историей? Ну, поживем, увидим, надеюсь, только хорошее будущее, но тут, как бы, сложно что-то прогнозировать, к сожалению. Вот. Да. Возвращаясь к водной экспедиции, по воде же можно будет взять побольше техники и задуматься о квадрокоптере? Да, да, обязательно. Я уже обновил квадрокоптер. У меня даже уже есть идея, я хочу, я же буду через горы перетаскивать каяк. И вот фотографии, где-то там чувак тащит каяк по горам, так вот это, ради этого я уже обновил какой-то квадрокоптер. Сейчас вот куплю новый фотоаппарат, уже более качественный, там, объективы, там, да. Ну, там, и может быть даже, наконец-то возьму солнечную батарею, чтобы там можно было заряжать, да. Посмотрим. В общем, планы большие. Да, пожалуйста. Планируется ли отдельно фото-выставка по мотивам книги? Фото-выставка по мотивам книги нет. У меня в прошлом году была интересная история, которая максимально ложится, вот, историю книги, историю вот этого вот стадийного показания Урала в Екатеринбурге. Мы сделали фото-выставку, потом проводил ее в Уфе. Это... Сейчас чуть, сейчас чуть издалека начну. Вообще, я считаю, что сейчас, в 21 веке, просто фотографии показывать, ну, бессмысленно. И фото-выставки делаю, потому что у нас у каждого в телефоне все фотографии мира. И, скорее всего, ну, в какое-то место будет снято все лучше, чем у тебя, потому что они как бы вот... Но, в моем понимании, сейчас очень такая есть история. Фото-выставка должна давать какую-то дополнительную информацию, рассказывать историю, какая-то серия должна быть, да. И вот я придумал такую-то выставку, пройти визуально весь Урал с юга на север или с север на юг. То есть фотографии расположены в географическом порядке. Фотография, здесь карта, точка, описание места. И вот ты идешь, точечка движется по карте с юга на север или с севера на юг, и меняются пейзажи. И вот пройдя, условно говоря, эти 50-100 кадров, ты тоже визуально от степей проходишь до полярных пустынь. Одна общая такая объединяющая Урал-история. В Екатеринбурге такая навайдера прошла на улице выставка. И мне важно проводить выставки на улицах, потому что, ну, по-моему, помещение куда-то на фотовыставке входит, ну, там, 90-95% пустителей на открытие, когда там вот сам автор, а потом там как бы, ну, не так уже это актуально, к сожалению. А на улице, когда ты выходишь к незнакомому человеку, там, вот, и там какая-то история прямо рассказываешь ему, это более востребованно. Поэтому вот в Уфе была, в Екатеринбурге, и я вот, сейчас нет времени, но я очень хочу это как-то масштабировать на другие города, чтобы вот на улицах можно было показать Урал вот так вот как бы стадийно. Вот. Поэтому надеюсь, что будет, но пока этим не занимался еще, надо поискать варианты. Да, пожалуйста. Вся ваша деятельность туристическая в основном связана с Уралом, а какие-то другие места в России и за ее пределами вас интересуют? Ну, в целом, да, конечно, интересуют, но есть один нюанс. Я, наверное, как вы поняли, человек тщеславный. Хочу оставить свой как бы след в истории Урала, в истории как бы географии, там, не знаю, туризма, да, там, путешествий. Вот. И у меня есть такая теория, что сейчас, в 21 веке, вот так вот скакать с места на место уже это непозможно сделать, потому что, ну, уже все рассказано по верхам, уже все все проскакали, и нужно копать в глубину. Вот. И нужно на чем специализироваться. Поэтому я выбрал для себя Урал и стараюсь, пытаюсь его разрабатывать. К счастью, Урал огромен. И чтобы пройти весь Урал, все говорят, ой, там, вы прошли весь Урал, да я еще там и 50% Урала не прошел, у меня еще там работает, лет 20 спокойно на Урале есть, столько всего нужно отснять, показать, рассказать. Поэтому специализируюсь, но пришлось от чего-то отказаться, ну, привезти в жертву. Ну, вот принес в жертву там Алтай, на котором я не был, да, другие какие-то территории. Вот. Ну, у меня, конечно, я стараюсь раз в год куда-то выезжать, не на Урал, чтобы, ну, совсем уж не приелся, да, Урал там. Вот. Ну, не всегда получается, но стараюсь. Вот. Поэтому хочется, но пока не можется. Пришлось прийти в жертву. Да, пожалуйста. Говоря про Уральскую экспедицию, на твой взгляд, были ли допущены ошибки или просчеты, которые важно учесть в будущем? Угу. Ну, в целом, нет. Ну, вот, на самом деле, у меня, возможно, мне очень повезло с погодой, не знаю, там, с чем-то, да, да, но практически все прошло, как я и планировал. Были какие-то нюансы, да, там, ну, где-то я пришел, у меня была заброска на почту. Я туда пришел, а почта не работает в понедельник. Ну, как бы, это, ну, может было подождать, но я бросил ее и пошел дальше, ну, там, успел, да. Вот. В целом, как-то все очень получилось, очень гладко, и я поэтому еще думал, да, блин, кому это будет интересна книга, что там вообще никакого преодоления, ничего нету. То есть ты как шел, так и идешь, да, там никаких там спиртельных рисков, там ничего нету. То есть никаких страданий, по большому счету. Как хотел, так и прошел, вот. Ну, вот так вот, короче. Поэтому я даже как-то вот и не знаю, что было не так. Вроде все было так. Вот девушка давно поднимет. Для меня, как для человека, которому трудно собрать рюкзак на 9 дней, интересно, как собрать рюкзак на 100 дней? А не надо собирать рюкзак на 100 дней. Вообще, когда ты идешь в такую экспедицию, не надо думать, что ты идешь на 100 дней, потому что как только ты подумаешь, что вот тебя ждет впереди 3000 километров, ты с ума сойдешь, да. Это, ну, как бы такая очень непосильная, очень тяжелопсихологическая, как бы, ноша, да. То есть я думал буквально там, ну, там, неделя, там, ну, максимум две, которые впереди, и, по сути, как бы, ну, и собирал рюкзак так. Так, ну, я взял, меня поддерживал спортмарафон, поэтому я взял лучшее топовое снаряжение, которое мог себе позволить, да, надежное, которое до сих пор с которым хожу, да, вот еще там 100 дней прошло, 3 года. Поэтому, как бы, по надежности снаряжения вопросов не было, да. А все остальное, питание, были разделены на этапы маршрут, поэтому, как бы, на неделю, на две недели каждый-каждый брал питание. Вот, поэтому на 109 дней надо собирать, собираешь там на недельку и погнал. Так вот, да. А есть ли идея нового проекта типа Корона Урала и Тысячников Южного Урала? Классный вопрос. Вообще, вот, у нас есть, мы очень любим на Урале делать какие-то челленджи, да, там, стык реальных походов и интернета. У нас есть проект Корона Урал, по которому я говорил, есть проект Высшие вершины Урала, который мы тоже сделали в прошлом году, это зайти на 7, самый высокий вершин на Урале. Есть проект Тысячники Южного Урала, это уже не наш проект, Уральский Барс, вот, и там, Покоритель Урала, что-то их вообще много стало. Я, наверное, точно не планирую больше делать, потому что это требует невероятно много денег, ой, не денег, времени. Я сегодня только два часа с утра сидел, просто принимал заявки с Короны Урала, там, добавлял на сайт, это как бы, вот. Ну, возможно, кто-то что-то придумает, пусть сделают, классно, мне кажется. Это такое классное сочетание, когда ты что-то придумаешь, люди начинают выполнять, увлекаются, хотя мы сейчас, хотя вот мы, на самом деле, в этом году хотим, хотим в Новом году нарисовать уральский бинго, то есть там карта с заданиями, нужно выполнять, ходить и собирать там. Короче, сказал, что не будем делать, но вот уже мы делаем. Так вот, кто-то здесь сейчас, вот где-то здесь, да, вот, да, да. Покрафт-спецзаказ был? Да, Сергей Коржаев, трансуралец, который прошел тоже Урал практически полностью, по-моему, 19, а, 18, не помню сейчас, 17 году, он сделал для меня Покрафт, очень маленький для преодоления водных преград. К счастью, было очень сухое лето, и он практически не пригодился, но все равно классная история, мне кажется, такая преемственность такая трансуральская, да. Он, когда шел в Трансурал, ему не хватало Покрафтов, он вернулся, создал вот эти птичьи Покрафты и сделал мне Покрафт для Трансурала. Класс был просто. А почему вы один ходите? Могли бы взять какую-нибудь маленькую группу? О нет, о нет, это путь в ад, преисподнюю. Мне кажется, это вот, во-первых, это максимально, ну, максимально, мне кажется, эффективный способ не пройти маршрут, потому что у каждого там начинаются свои задачи. Я же хожу, фотографирую, да, то есть я сплю в какой-то полной заднице, извиняюсь за выражение, да, там, я там стою рано, ложусь рано. Людям это вообще как бы неинтересно, да, им нужно там нормально отдыхать. Вот, и вот читая книгу Николая Рунквиса «Студей на Урале», они ходили маршрут группой, и ты там прям вот через строки чувствуешь, как вот это напряжение сочится из этой группы, а они-то все пересолились, похоже, там, переругались к концу маршрута, ну, потому что там просто тяжело, плохо, одиноко, да. Когда ты один, ты сам с собой договоришься как-никак, да, там, а когда вот уже еще кто-то, да, там под кого-то подстраиваться, точно нет, это вообще исключено. Ну, и я люблю быть один, мне это комфортно. Кому-то это некомфортно, он, наверное, не сможет, да, а я вот проводил все детство в один там с книжками, и мне прям хорошо. Ну, и Татьяна Сергеевна была со мной, у нас же была спутниковая связь, мы там постоянно общались, поэтому, конечно, я был не один в этом плане, но я понимал, что еще там сотни людей со мной, там, тысячи, поэтому я был не один. А эзотерическая составляющая до, после, есть ли она вообще? Любимый мой вопрос, потрясающий. В общем, смотрите, я ничего такого не видел ни разу в жизни, нигде, никогда. Но если человек хочет это увидеть, он по-любому найдет. Он найдет это у себя там в квартире, а на Урале вообще найдет, потому что горы это такая, такой рельеф, такая вещь, где там... Не секрет же, что каждый раз, когда новичок выходит там в поход, ночью в палатке ходит медведь, стабильно, да, там, то есть вот это то же самое, он там ждет, что к нему медведь придет, вот он, медведь у него вокруг ходит. Поэтому, как бы, я ничего не видел и не думаю, что что-то там можно увидеть, потому что я материалист, я не верю в эти вещи, вот. Ну, кто-то видит и, как бы, окей, ну, каждому свое, вот. А внутри ощущение какое-то, ну, не знаю? А, ну, нет, вот я, я же говорил, что мне изменилось, ничего не изменилось. Я, как бы, это, шел и шел, и все нормально было. Ну, вот я, вот, единственное, понял, что, как бы, на самом деле важна не цель, а путь, потому что вот когда пришел вот туда, то есть я 109 дней шел, и я просто запрещал себе думать о финише, ну, прямо такая была какая-то психологическая работа, потому что ты там идешь, начинаешь мечтать, там, вот тебе еще там идти, там, две с половиной тысячи километров, а ты там, вот, там, как я приду на вершину, как я там скажу, да, там, начну там орать, там, танцевать, думаешь, Олег, сволочь, заткнись, короче, не думай об этом. Тебе еще там, ты еще даже не дошел никуда, все там, вот. А когда там последний день, ты уже вот, ты уже можешь такое, ты уже неохота. Потому что, как бы, все, когда ты вот идешь день за днем, оно уже все случилось. То есть этот вот финиш на горе, он вообще ни о чем там. Это такая же вершина, как были сотни вершин. Такой, да, и правда, на самом деле, важен не цель, а путь. Медведи к вам приходили, вообще встречались? Да, но они не ко мне приходили, я к ним приходил. Ну, бывает, что и к медведям люди приходят, кстати, да, но ко мне не приходят. Но я, кстати, люблю ночевать в местах, где они менее вероятные, да, то есть где-то на вершинах гор, там, на открытых пространствах. Вот. Я там восемь раз, по-моему, встречал медведя на Урале, ну, вот в этом маршруте. То есть так-то больше, конечно. Вот. Про медведей. Такой вот уже набивший оскомину, ну, может, кто-то не знает, история. То есть было восемь встреч, но три встречи были самые вспоминающиеся. Первый раз я увидел медведя, посвятил свисток, он убежал. Второй раз посвятил свисток, он ко мне пошел, уже я телепортировался. Последний раз встретил медведя, я свистил свисток, ему было вообще плевать, он даже голову не поднял, оказывается, потому что медведица с медвежатами была. То есть, как бы, какой вывод? Нет никакого гарантированного способа, там, защититься от медведя. Вот есть Михаил Кречевор, который много раз здесь выступал, у него есть вот такая же толщина книга «Мохнатый бог». Ее можно прочитать про медведя, и там нет ответа, как вести себя с медведем. То есть это всегда непредсказуемо, но я себя успокаиваю в том, что в городе опаснее на самом деле. То есть эти вот самокатчики, эти машины, вот там медведи, он там плюс-минус один на 10 километров квадратных, а здесь как бы вот все вокруг тебя отлетает, поэтому нормально. На Урале достаточно воспитанные медведи. Хотя, конечно, в моем инфополе я не знаю случаев, когда бы медведи нападали на туристов на Урале, на охотников, на гребеньков, это там постоянно, но там другая маленькая специфика. У нас такой вонючий и громкий турист, им как бы особо не нужны. Вот, хотя, возможно, в районе Маньпуньора, маршрута, в моем представлении, вот вероятность нападения медведей, она с каждым годом растет. Потому что вот далеко хоть не надо, мы все слышали, что в ергаках часто нападают медведи на человека, потому что, ну там просто прикормили люди медведей, оставляют еду, и уже медведь воспринимает человека не как опасность, а как источник вкусных, быстрых, питательных углеводов, которые у него, или жиров, которые лежат в рюкзаке. И примерно такая же ситуация, сейчас начинает складываться на Маньпуньоре, там очень много маршрутов, ну точнее групп, есть точки ночевок, и я когда сидел на перевале Дятлова, там что-то листал журнал посещений, и там чуть ли не через раз, через каждую запись, говорится, пришел медведь, стоял, ждал, пока мы выйдем, чтобы прийти есть, и они уже потеряли страх перед группами, и как бы тут до беды недалеко, поэтому как бы нельзя никогда никакую еду выбрасывать, нужно все максимально по себе чисто оставлять, и уж вообще никогда не кормить медведей, потому что покормил медведя, убил медведя. Там на одном из слайдов видно, что вы ходили с людьми часть маршрута, кто эти люди? А, ну, понятно, что много людей хотело как бы прикоснуться к этой истории, пройти, и я сказал так, если вы хотите пройти со мной часть маршрута, я как бы не имею права вам отказать, все свободные люди, единственное, что вы идете независимо от меня, то есть я с вами, ну, как бы я иду одиночный маршрут, поэтому наши рационы не пересекаются, то есть вы можете идти рядом, но мы как бы идем по разу, и какие-то люди присоединялись периодически, какую-то часть шли, отваливались, ну, к счастью, их было не так много, потому что это всегда было тяжеловато, удобнее идти одному, особенно снимать фильм одному, как бы там рассказывать одному, да, вот, ну, как бы у меня не хватало, ну, совесть не позволяла мне их прогнать, условно говоря, ну, человек хочет, чтобы он приехал на маршрут, хочет с вами пройти, ну, как бы, что я ему скажу, иди отсюда, ладно, пошли, окей, вот, поэтому, такие были, ну, на первую, потом не было уж, конечно, да. Какой у тебя самый страшный случай в экспедиции, вот, когда ты подумал, фуф, пронесло? Самый страшный случай, ну, когда с жопой медведя встретился, один раз там, или когда молния ударила рядом, там, буквально, там, в 50 метрах, да, хотя потом эти молнии начались через каждый день бить, и потом уже до них не обращал внимания. Ну, какие-то особо, прям, таких вот, очень страшных особо, а, вот на финише я там под дуростью вылез на ледник, он оказался таким пологим, там, и я что-то как-то был уставший, я думал, а, и я торопился на закат, потому что мне нужно было перебежать к основанию ледника, чтобы сфотографировать его, ледник Иган, самый большой на Урале, и я думаю, пробегу-ка я по нему, там, вот, вроде камешки, вот, и я там вышел, а там все круче-круче, лед-лед, и я там, конечно, думаю, вот, если сейчас ты улетишь, и там помрешь или сломаешься, и там осталось до финиша 3 дня, по-моему, или 2 дня, ты будешь же главным неудачником Урала вообще, то есть я себя проклял в тот момент, но, к счастью, успел спуститься и даже успел сфотографировать ледник, вот, ну, так вот, все прошло более-менее штатно. Олег, ты в прекрасной физической форме, 50 километров по горам, да не вопрос, скажи, ты этому компоненту уделяешь какое-то отдельное время, когда ты не в походе? Сразу живот тянул, как сказали, это, на самом деле, сейчас я очень сильно так расслабился, ну, не расслабился, а с книгой там это, не получается тренироваться. Ну, я, конечно, готовился специально, в целом, просто мы частенько, ну, там, я много ходил по горам, каждый день бегал, там, занимался на турнике, и в целом, вот, когда, у меня есть такая теория, я все же с детства, а я вот, когда у бабушки с девушкой жил, у нас там мы на горе жили, да, то есть я постоянно не по ровных ходил, а бегал вверх-вниз, вверх-вниз, и у меня там вот такие были мощные ноги еще с детства, вот, поэтому, возможно, какая-то вот, ну, такая вот с детства заложена история, хотя потом, когда я учился в институте, я расслабил до 110 килограмм, я 3 килограмма побежать не мог, то есть я был толстый, неповоротливый, такой вот, а потом как-то вот все пошло-пошло-поехало, видимо, какая-то база, она сохранялась, вот, не знаю, мне кажется, моя сила больше даже не вот не в мышцах, а я как-то просто могу превозмогать и какое-то состояние поймать и идти долго, да, там, через боль какую-то, через вот, вот, возможно, что-то вот такое вот, сложно сказать, если честно, можно напридумывать многое, а возможно, все по-другому, вот, поэтому, не знаю. Ну, я участвую в соревнованиях, тренируюсь по возможности и сейчас, надеюсь, книг закончу, опять начну больше уделять время тренировкам. Посещали на маршруте когда-нибудь мысли «да ну нафиг»? К счастью, нет. Вот единственные мысли посещали перед стартом, потому что это был прям такой очень момент, прям сложный за день. Чем он ближе приближался, тем это просто было невыносимо терпеть, уже охота было стартовать и все, и потом забыть. Потому что когда ты уже стартовал, ты уже ни об этом не думаешь, ты уже взял на себя эту ответственность, нужно как бы идти. Тут уже больше нет смысла межеваться. Вот это вот. Да, давайте вот потом. А был ли какой-то ярко выраженный этап восстановления после экспедиции? Если был, то какой? Был ли этап восстановления? У меня сильно сводило с судорогами ноги, прям, там, где-то недели две-три, там, потому что когда вот резко обрубилась эта нагрузка, да, вот. Вот, а потом я просто начал активно набирать вес. То есть я не слишком сильно похудел, на самом деле. Телеграмм восемь я сбросил, но я там стартовал с лишним весом, да, и я такой подтянутый вернулся, да, а потом такой, хопа-на, там, к ноябрю, и я уже опять хомячок, там, да, там пришлось опять худеть потом, да? Ты не любишь этот вопрос, но все-таки какое самое любимое твое место на Урале? Да, это такой вопрос, конечно, сложный очень, потому что Урал, как я говорил, очень разнообразный, и в каждой части есть невероятно красивые места, и хочется возвращаться, на самом деле, в разные места. Долгие горы, вот прям степная часть обожаю, потрясающе, да. Там, Нацпарк Башкирия, Куперлята, Магидель, супер, Курумные реки, не знаю, там, Иремель, Тыгинские болота, Потрясающе. Средний Урал, Средний Урал, там, Чусовая, ну, очень много интересных мест. Северный Урал, Маньпунер, Мунитум похода вернуться, да, Тель-Пасис, вот, Тель-Пасис, это вообще невероятные места. Был кто-то на Тель-Пасисе? Пятое. Запланируйте поход на Тель-Пасисе, это просто затерянный мир. Столько животных в один момент, сколько там, я нигде не видел, даже, там, не знаю, там, на Курилах, потому что там какое-то невероятное буйство жизни, вот ты сидишь, это самый южный ледник на Урале, и там олени дикие пасутся, лоси ходят в этот же момент, медведи, зайцы скачут, и все это вот как-то вот вместе, и там много их там, и это какие-то очень трудоступные территории, относительно уральские, и там очень красиво. Приполярный Урал, это просто кладезь невероятных мест, чуть стоит шаг в сторону сделать от натоптанных троп, и там ты оказываешься в невероятных видах, вот как в Вергаках, только маленько расширили, раз в три в ширину. А полярный Урал, эти марсианские пейзажи, ледники, кары, оленеводы, когда видишь оленевода, нужно обязательно зайти за сахаром, или за солью, уйдешь, пол оленя съел. Шикарные места. Вообще, на Урале много очень классных мест, и прям, не выделить. Может быть, есть какое-то место, где ты не только визуально наслаждаешься? Иногда бывает же, приходишь в какое-то место, и вот что-то внутри тебя... Ну, да, я понял. Я, к сожалению, такой вот... Мне важно, чтобы было красиво. А красиво может быть в любом месте на Урале, если совпало время, погода, там, состояние, не знаю, твоей души, да, поэтому конкретно какого-то места, где вот прямо, куда я хочу постоянно это, у меня нету, я хочу постоянно в разные места. Наверняка у кого-то есть, у меня вот так вот. Ну, возможно, это вот место, где я вырос, Уфимское плато, там, на Павловском хранении, Боряшка, вот это, конечно, ну, это из детства, да, такая прям места. Но это не совсем Урал, Уфимское плато, это маленько другая история. Хотя это такая, рядом с Уралом. Конечно. Ой, это вообще, это, потрясающе. Первый день хорошо, а потом у тебя в спальнике поселяется бомж, который там, и там 14 часов с тобой лежит этот мокрый, вонючий какой-то чувак там, и ты лежишь такой, наконец-то я высплюсь за все годы. Но я хожу один же тоже, да, и это максимально тяжело, неприятно, больно, но, с другой стороны, бывает невероятно красиво. Вот. Поэтому так вот, да. Мы ориентировались на ваши видео, они были супер полезны, когда мы ходили с семьей. А есть ли какие-то идеи детских или семейных проектов? Нет. Ну, потому что проекты для детей, это какая-то прям максимально завышенная, да, ответственность. Вот. Ну, хотя, опять же, вот я сказал, нет, да, вот это бинго уральский, да, оно будет заточено под детей. Ну, там, не только под взрослым, но и под детей, да, там, но я не буду это организовывать, просто мы сделаем, ну, как наборы маршрутов, то есть, да, мы как бы стараемся там рассказывать, куда можно пойти с детьми, там, или неподготовленным, молодым туристам, да, и сходить посмотреть Урал безопасно, быстро и комфортно. Вот. Ну, как что-то сам организовывать, я точно не буду, потому что, ну, это прям какая-то запредельная история. Я взрослых-то людей не готов водить, а детей-то вообще точно нет. Да, пожалуйста. А как пришла идея рассказывать про Урал, показывать его, писать книги? Был какой-то, может, переломный момент в жизни, когда вы поняли, я хочу заниматься не только походами, но и публичной деятельностью? Ну, вообще, я изначально всегда, как только начал куда-то ходить, мне сразу захотелось про это рассказывать, потому что у меня есть такая как бы теория, не теория, но я считаю, что люди, которые ходят только для себя, это такая же форма потребления, как вот, ну, не знаю, там, просто покупают себе вещи, да, там, без этого. То есть, если ты куда-то ходишь, ну, надо что-то создавать, в моем представлении, да, если что-то интересное делаешь, надо об этом рассказывать. Вот у меня была там главная, ну, там, одна из там главных претензий к Кириллу Фронюку, там, я его очень люблю, уважаю, он крутой спортсмен, очень невероятный, но, когда он вообще там максимально не вовлеченно все это делал, и если бы я его не нашел, не поймал, не притащил, там, не сказал, давай рассказывай про свой маршрут, он бы ничего не оставил про свою экспедицию, да, этот человек, который за 71 день пробежал там всю Россию, Савинбург и Дакарского моря, да, это крутое достижение, да, я сказал, ты книгу напишешь, он такой, нет, я не буду, у меня ничего нету, я там ничего не снимал, там, я потерял фотоаппарат, там, что-то, я не хочу, вот, ну, мне кажется, что это неправильно, это, конечно, личный выбор каждого, но я считаю, что, если делать что-то интересное, будь добр, поведай об этом миру, чтобы мир стал чуточку лучше, и, возможно, потом на твоих плечах, другие люди еще что-то лучше сделали, вот, пожалуйста. Страшный случай был, а смешной какой-нибудь был? Смешной случай, да, классный случай, мне нравится, про леневодов, про кошмары, вот, мне кажется, я рассказывал много раз, но, как я уже говорил, когда ты видишь леневодов, нужно обязательно к ним зайти, там, найти повод, и им приятно бывает, потому что, им скучно там бывает в тундре, а тут бородатый мужик пришел, непонятный, не в этом походе, а когда пайхой пересекал, мне кажется, меня леневоды раз в семь переспросили, а вам точно за это не платят, что вы здесь идете, потому что они просто вообще не могли понять, что кто может сам ходить здесь под тундром, там, вот, и они сами за мной приехали, привезли, и я подумал, зачем мы там, потом понял, что как бы у них там дети летом, детям тоже скучно, а тут какую-то дядьку привезли прикольного, с коптером там, вот, будет что вспомнить, вот, и когда я шел, я так увидел, там, опа, вдалеке палаточка, нарты видны, там, я думаю, оленеводы, надо зайти, я захожу, и это просто, как в фильме ужасов, сидят все ко мне спиной, прям в тундре на земле, поворачиваются все в крови, вот такие, знаете, такие, и такой диалог, там, добрый вечер, такие, здравствуйте, там, приятного аппетита, присаживайтесь, там, такие, будете кушать, такие, да, конечно, такие, вот вам там, мясо, а там олень лежит, просто вот, теплый, у него скрыт бок, и там, вот, кровь плечится, там, все вот это вот такое, да, пар идет, они только что убили и едят, в общем, а нам уже по спутнику телефон позвонили, сказали, что вы тут идете, то есть, как бы, вот, оленеводы, очень, очень интересная, оленеводческая культура, она очень интересна тем, что, с одной стороны, она очень архаичная, да, во многом, то есть, они едят сырое мясо, ездят на артах, ходят в шкурах в оленях, да, а с другой стороны, они современные люди, у них там есть тиктоки, инстаграмы, там, мультики в чуме, они учатся в школе, с ними есть о чем поговорить, вот, они такие, так, вот вам мясо, вот там, не знаю, печеночку, там, такие, а сейчас мы вам сделаем, вы такой дорогой гость, сейчас вам сделаем супер, супер деликатес, бутерброд, молодой, сбегай за сухарем, он пошел, молодой, сбегал в нарт за сухарем, по пути сунул этот сухарь в ручей, просто вот так вот, мокрый кусок хлеба, такой, знаете, ну, чтобы помягче было, при мне там, ногу разрубили топором, достали, костный мозг, положили его, посолили солью, и такие, вот, пожалуйста, это вам самый вкусный деликатес, ну, такое, скажу, вот, ну, было, все равно интересно было, вот, да, да, вы как раз упомянули оленеводов, вы прошли с юга на север, вы как-нибудь замечали, что люди меняются? Нет, нет, люди везде добрые, если подальше от, ну, больших городов, условно говоря, ну, хотя в городах тоже добрые, но просто чем меньше плод населения, тем они, как бы, более открытые и доброжелательные, потому что они там все зависят друг от друга, вот, к счастью, люди на моем пути не менялись, но на моем пути убили туристку, в Среднем Урале, просто два рецидивисты, она сплавлялась по реке, в районе Нижних Серег, и просто пришли вечером или ночью в палатку, зарезали ее, и забрали карточку, потом их поймали, то есть, причем один был из них уже под следствием, да, и вот, он там, у него было какие-то много там ходок, и его все равно отпустили под подписку дневыезда, то есть, конечно, когда ты заходишь в населенные пункты, я стараюсь не заходить-то вечером, и стараюсь быстрее оттуда уйти, и особенно когда-то там в колготках, условно говоря, лосиных, да, там непонятный чувак, вот, и на виду не вставать, это такой фактор риска, он больше, чем медведи, да, ну, тут как бы алкоголь, и вся вот эта история, они имеют место быть, да, пожалуйста. Как вы обеспечиваете свою безопасность во всех случаях, я имею в виду? У меня есть спутниковый трекер, Татьяна Сергеевна на связи, если что, она обеспечит мою безопасность, ну, я стараюсь не попадать, аккуратно ходить, вот, ну, спутниковая связь есть, это очень важно, то есть, если бы у меня не было спутникового трекера, да, то, наверное, я, конечно, так бы бодренько не ходил, с двумя детьми, и там, ответственность все, тут как бы, в целом, если я жив, то на Урале вытащить не так сложно, где-то прям совсем далеко, то есть, все-таки Урал, это, хоть и отдален территорией, ну, везде там вертолет долетит, есть погода летная, там, в какой-то степени, это не так, как Николай Александров, который, вот, у меня в книге рассказывается история, когда он там 90-е, 90-е, по-моему, как он, 96-м году шел в Трансурал, там, но у него был более короткий маршрут, он упал, сломал ключицу, бедренную кость, две недели лежал в палатке, потом выползал, чудом спасся, до сих пор хромает, и я в книге нашел это место, и прям ночевал на этом же месте, прям, у него есть крутой рассказ, к счастью, сейчас с этим проще, мне кажется, если ты один ходишь, и если ты даже не один ходишь, то, ну, там, спутниковый трекер, это прям минимум, который у тебя должен быть для обеспечения безопасности, вот, да, пожалуйста. А где вы в походе заряжались, или какие аккумуляторы у вас, чтобы технику заряжать, и второй вопрос, какую музыку вы слушаете, какой у вас плейлист? Не, я слушаю, да, у меня, я такой человек, который может одну, там, одну песню слушать, там, полгода, вот, ну, или там, пять песен, да, то есть, я как-то, вот, маленько какой-то, ненормальный, вот, у меня есть какой-то плейлист, не смогу его перечислить, там, да, слушал музыку, слушал подкасты, слушал Федосеева Григория, да, потрясающие книги, кто-нибудь читал Федосеева? Вот, очень мало, почитайте, либо послушайте Григорий Федосеев, потрясающий, рассказываю лучшее, что было просто написано про тайгу, в моем понимании, вообще, вот, на русском языке невероятно, во-первых, точные, интересные и красивые, красивые описания природы и приключений, это основано на реальных событиях, геодезисты, в 50-х годах наносили на карту Дальний Восток, и там, ну, злой дух Ембуе, про медведя-людоеда, очень круто, есть в аудио формате, можно в текстовом почитать, всем советую, подкасты слушал, все вот это вот, но особо много слушать не получалось, потому что приходилось экономить заряд батарейки, вот, у меня были с собой пауэрбанки, все было достаточно рассчитано, я уже как бы не первый год хожу, поэтому я примерно понимаю, чего у меня, насколько хватает, вот, и у меня были пауэрбанки, там, по-моему, до 60-ти, до 70-ти тысяч, вот этих миллиампер, да, я брал на протяженные участки, в целом все хватало, если бы не хватало, то уже думал бы насчет солнечной батареи, но проще было с пауэрбанками, вот, ну, и ледевые батарейки, которые пришлось тащить с собой много, дорого, но они легкие, вот, да, пожалуйста, вы говорили про разделение похода 109 дней, а какой самый длинный период был без пополнения? это был предпоследний участок, от Санавожа от Приполярного Урала до Железодороги, там что-то, по-моему, около 300 или 400 километров было, и я планировал, кажется, брал на 20 дней продуктов, вот, но прошел я его быстрее, кажется, что-то за две недели, что ли, у меня вот с цифрами вообще очень такая плохая дружба, но я прошел значительно быстрее, потому что погода была хорошая, шел и охотка, а потом уже как-то это, прям вообще торопился, а там еще возникла такая ситуация, что мне должны были привезти заброску на поезде, и человек, который отправлял мне заброску, просто машинистом, он мог отправить, допустим, либо в этот день, либо через три дня, и мне приходилось выбирать, либо мне идти быстрее туда, вот, успевать, либо еще там несколько дней терять, ждать эту заброску, а так как я очень уже хотел домой, и к детям, к Татьяне Сергеевне, я поторопился, и прям все это быстро поскочил, но это был самый протяженный, такой самый сложный участок, и вот, так, где тут это у нас, сейчас, и там у меня даже пришлось, да, вот здесь у меня, вот если посмотрите, у меня здесь на рюкзаке появляется дополнительный отсек, ну, такая вот штучка, да, у меня не хватило рюкзака, мне пришлось еще сверху навесить, чтобы там, в гермомешок, потому что там много продуктов было, вещей, вот, ну, я шел быстро, поэтому много ел, до пяти раз в день иногда, потому что, когда ты идешь там 50 кг за день, ты вполне можешь покушать пять раз в день, и все хорошо было. Получается, какой вес был у вас? Ну, в районе 30, мне кажется, там получилось, не так много, но я быстро это уменьшал, то есть, если там я ел пять раз в день, то это где-то килограмм-полтора в день я съедал, получается, у меня расстатка была 800 кг, 800 грамм примерно, то есть, ну, там, вот пять раз в день, ну, где-то полтора килограмма я мог в день съесть, и достаточно быстро вернулся в свой нормальный вес, и уже там шел хорошо, не бодренько. То есть, рюкзак у меня был не тяжелый, я не люблю тяжелые рюкзаки, вот, поэтому, ну, это бывает и потяжелее, скажем, да, но это было, как бы, очень короткий прорезут кремни, обычный, он был весил, там, до 20 килограмм, не больше. А расскажите, как вы падали с самолета и выжили в этой ситуации? А, да, падал самолет, но это другая маленькая история, вообще, когда я готовился к Транс-Уралу, для меня было важно пройти другие части Урала, вообще, как бы, Урал делится не только на пять частей, как известно, у него еще есть Пайхой, который, самая северная часть, и Мугаджары, самая южная часть, в Казахстане, вот, в Мугаджары, к сожалению, за ковидом мне попасть не удалось, а вот Пайхой, в 20-м году я пересекал, вот как раз, где оленеводы меня там приютили, и так получилось, что я придумал классный план Кабан, вернуться, забросить и вернуться на маленьком самолетике, там есть замечательный человек, который летает на самолетике, просто энтузиаст в своей истории, вот, и я пришел в Амдерму, он туда прилетел, и настала непогода, и мы там что-то неделю сидели, погоды не было, погоды не было, и вот какой-то момент, вроде что-то начало виднеться, разведняться, а самолетик маленький, это как окушка, с тряпичными стенками, совсем тряпичным, и вот ты там летишь, и можешь лететь только визуально, то есть по приборам не летишь, и мы взлетели, и летели, и опустилась облачность, и мы летели над океаном, над Карским морем, там все бушуется, скалы, и тогда мне это было непонятно, а потом я понял, насколько наши жизни висели на волоске, и в какой-то момент он понял, что мы не можем прорваться через горы, и решил зайти на посадку, на речную косу, он начал заходить на речную косу, и тут его бросил вниз поток воздуха, и мы воткнулись просто в сопку, там что-то перевернулись, и короче, вот такая история, единственная мысль, которую я в этот момент почувствовал, почему так быстро, то есть когда я там летал, думал, как я буду падать в свою лете, я думал, там я смогу написать смс, там что-нибудь там, что-нибудь такое, а тут просто бам, и все, и мы уже там висим, вот там на этих ремнях, там все это такое, и мат сплошной, вот, ну прикольно, и потом я пошел обратно в Амдерму, вышел, сел на вертолет, и улетел обратно, и я думал такой, и я думал, сейчас если кто-то будет бояться вертолет, я тебе скажу, да не бойся, я только что упал, два раза, не бывает подряд, но никто не боялся почему-то, да, я знаю, да, он остановил, и он вообще отморозил, ну, в хорошем смысле слова, как оказалось, у него тут уже было не первое падение, и он так спокойно вышел, там, что-то постоял, ну, давай разбирать самолет, у меня вот так все трясется, вся жизнь, ну, да, да, еще оказалось, что у него там и пропеллер отвалился в полете, я буквально за полчаса до отлета узнал об этом, в общем, там полный набор приключений, вот, ну, как бы, да, такая вот история, да. А приходилось ли на маршруте питаться каким-то подножным кормом? Конечно, ну, рыбу я не ловлю, потому что я стараюсь ночевать не на реках, а стараюсь ночевать в горах, наверху, первая причина, во-вторых, у меня все очень четко расписано, вода, газ, а готовить рыбу, костры я не жгу, поэтому, ну, рыбой я не занимаюсь, а вот подножный корм, особенно ягоды, это вообще за милую душу, у меня там пару раз я объелся морожки так, что мне аж плохо стало, потому что морожка, это и та ягода, которую ты просто не можешь ее не есть, и ты ее просто переедаешь, и потом тебе такое, кажется, я что-то сделал не так, да, ну, вот ягоды, да, вообще с удовольствием, конечно, с удовольствием, да, А ты говоришь про костры, это ты для готовки? Костры я, в принципе, не разложу, потому что у меня, ну, я стараюсь придерживаться принципа Leaf Note Race, не оставлять следов, а костер, в моем представлении, это максимально, такая, оставляющая следы история, потому что, во-первых, просто ты оставляешь костровище, которое очень долго загорается, не зрастает, и я это постоянно сталкиваюсь с этим, костер, это, спасибо большое, костер, развел костер, устроил помойку, у меня такое вот есть мнение, потому что в костровище всегда находится мусор, который сбрасывается, это как бы такая индульгенция у людей, да, сгорит, то есть бросай в костер, сгорит, а он там не сгорает, потому что есть он даже, когда ты прогорит, но его там прибавляется, все больше и больше, и когда ты приходишь куда-нибудь там на стоянку, помойка в костровище, вторая причина, а в третьих причина, я просто экономлю силы, то есть ты пришел, ты уставший, особенно если ты на вершине горы, тебе нужно пойти собирать эти дрова, все это разжигать, тратить время, дышать этим дымом, у меня же все быстро, я пришел, за 5 минут поставил палатку, за 10 минут приготовил еду, за 15 минут поел, и вот я лежу в спальнике, переодетый, сухой, могу там диктовать, могу ждать закат, то есть максимально эффективно, то есть у меня костер вообще никак не встроен в мою походную жизнь, вот, я люблю костер, когда есть возможность, время, костровище, все это вот как-то так аккуратно, но в походах его не жгу, и призываю всех по возможности отказаться от разжигания костров, потому что это, ну такая как бы практика, мне кажется, из прошлого, которая сейчас не самая хорошая, сейчас туристов много, если каждый будет сжечь косты, там просто все будет в костровищах, это не так, не очень хорошо, вот, спасибо большое, такие классные вопросы, надеюсь, это время не прошло для вас даром, мне было очень приятно пообщаться с вами, спасибо, Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!